Всем привет! Это Могилёвские хроники. Сегодня мы поговорим об кинематографе города Могилёва. Мы уже частично прикасались к этой теме в одном из наших выпусков. Для тех, кто ещё не смотрел, оставлю подсказку в верхнем правом углу. Одно из величайших изобретений человечества, несомненно, стало кино и впоследствии киноискусство. Несмотря на появление в 1895 году, кино активно распространяется по всему миру с начала 20-го столетия. Первое знакомство жителей Могилёва с удивительным миром кино состоялось в самом начале 20-го века. Газета «Северо-Западный Грай» сообщила читателям о том, что 10 августа 1903 года в городском театре состоятся сеансы с настоящим американским биоскопом, самым первым кинематографом того времени. Так, с 1903 года кинематограф Могилёве получил своё распространение. Как правило, первые белорусские кинотеатры располагались либо в жилых домах, либо в бывших культовых помещениях. С 1909 года синематограф получил Могилёве постоянную прописку. В центре города, на Днепровском проспекте, дом номер 42. В настоящее время это улица Первомайская. Был открыт театр электробиограф под названием «Чары». Само название подчеркило фантастический характер необычного зрелища – кино. Здание кинотеатра «Чары» было первым специально построенным для демонстрации кинофильмов. Показ фильмов в первых кинотеатрах был делом небезопасным. Кинотеатры работали от «Динамо-машины» на мазуте. Сама киноплёнка была огнеопасной, а в зрительском зале курили. 7 октября 1909 года в кинотеатре «Штреммера» в Минске произошёл пожар, которым погибло несколько человек. Огонь перекинулся на близлежащее здание, и они сгорели. После этого в минских кинотеатрах стали дежурить пожарные, а курить в помещении вовсе запретили. Фильмы длились не более 10 минут. Таким был хронометраж одной катушки 35-мм киноплёнки. В 1909 году на Днепровском проспекте возникает ещё один электротеатр «Модерн», который обслуживал посетителей города. В это же время сохранилось упоминание электробиоскопа Скверовского, который находился на Большой Садовой. Однако о его судьбе более ничего не известно. С течением времени техника совершенствовалась и становилась более компактной, а сами киносеансы более безопасные. После событий октября 1917 года новая советская власть рассматривает кино как инструмент пропаганды идей коммунизма. По этой причине начинает бурное строительство кинотеатров. Ленину принадлежит известная фраза «из всех искусств важнейших для нас является кино». Так, 17 декабря 1924 года Наркомпрос БССР создаёт отдел кинематографии и фотографии Белгоск кино. Через четыре года создаётся студия «Беларусьфильм». К 1930 году здание кинотеатра Чары прошло значительную реконструкцию и полностью изменило свой внешний облик. К нему приложил руку инженер Лоссер. За основу был взят строительный кирпич. Само здание выполнено в стиле конструктивизма и представляет собой в плане вытянутый прямоугольник. Зрительный зал на 526 мест с перпендикулярно размещенным кассовым залом и полуциркульным вестибюлем. В основу архитектурной пространственной композиции положен принцип противопоставления объёмов разных фигур. На главном фасаде вестибюль с широким остеклением. Констрактируют с глухой вертикальной стенкой и низким объёмом, где расположено служебное помещение. Главный вход со стороны торгового фасада выполнен широкой лестницей. Боковые фасады ритмично членятся прямоугольными оконными проёмами со стороны фойе. Торжественное открытие состоялось 24 декабря 1930 года. В этот день зрители просмотрели первую звуковую кинопрограмму «Переворот» режиссёра киностудии «Беларусьфильм» Юрия Тарича на аппарате фирмы «Патте» усиленной модели. Сама же фирма «Патте» была крупнейшей организацией по производству киноаппаратов не только во всей Европе, но и во всём мире. Новый кинотеатр получил название «Красная звезда» и стал первым в молодой республике кинотеатром с звуковым сопровождением. В июле 1938 года на основании постановления СНК БССР номер 17 об образовании областных управлений кинофикации при обл. исполкомах было образовано управление кинофикации Могилёвского обл. исполкома. В июле 1941 года управление кинофикации прекратило свою деятельность в связи с оккупацией Могилёва и Могилёвской области немецко-фашистскими захватчиками. В годы Великой Отечественной войны кинотеатр был переименован в «Луч». В нём демонстрировались немецкие фильмы. Подлинно зафиксировано пребывание генерала Андрея Власова в Могилёве 13 марта 1943 года. Он выступал в кинотеатре «Луч» перед солдатами. Из отчётов штаба Рейскляйтера Розенберга о посещении Власовым Могилёвым упоминается. В этом узком кругу немцев генерал Власов высказывался очень откровенно. Он заявил, что убеждён в том, что Германия проиграет войну против России, если Германия в корне не изменить свои политики по отношению к населению оккупированных районов. За время Великой Отечественной войны кинотеатр получил повреждения и восстановлен в 1948 году. Затем отреконструирован в 1954. В настоящее время старейший кинотеатр Могилёва оснащён современными цифровыми кинопроекционным оборудованием, позволяющим осуществлять кинообслуживание в форматах 2 и 3D. А в фойе кинотеатра зрителям представляется возможность увидеть образцы кинопроекционного оборудования ушедшего 20-го столетия, познакомиться с экспозициями из истории кинематографа, нашей славутой земли, кино моей краины, туровская осень, анимаёвка, праздник детства. Само здание кинотеатра внесено в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. На фасаде установлена охранная доска. Город Могилёв в 20-м столетии дважды претендовал стать столицей республики. В межвоенные годы Минск находился в непосредственной близости от границ Польши. Докладной записки с грифом «Строго секретно» адресованы 16 декабря 1937 года. Из Минска на имя Сталина и Молотова руководители БССР просили Кремль дать добро на перенос столицы из Минска Могилёв. Причиной такого решения была названа близость Минска к польской границе, а также её слабая связь с железнодорожными и шоссейными магистралями, как с центрами Союза, так и особенно с районами республики. Могилёв же, наоборот, по мнению авторов, выгодно отличается в стратегическом отношении и природным условиям и имеет большие перспективы для дальнейшего развития. Окончательное решение о переносе белорусской столицы Москва принимает 19 апреля 1938 года. В этот день выходит в свет постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ номер 508 о городском строительстве в городе Могилёве и в связи с переводом столицы Белорусской ССР. Строительство кинотеатра «Родина» было начато в 1938 году и велось очень высокими темпами, практически без всякой серьёзной механизации. Неслыханно короткое время за один год было построено здание кинотеатра. В государственных архивах сохранилось постановление Президиума Могилёвского горсовета от 16 июня 1939 года, обязывающая закончить строительство и работы и сдать кинотеатр к 1 ноября 1939 года. Архитектором выступил Владимир Вараксин. Он воплотил идею и кинотеатр стал одним из первым в белорусском советском зодчестве зданий, в котором использовались классические формы и декор. Компактное кирпичное здание имеет в плане форму вытянутого прямоугольника, а главный фасад решён в виде четырёхколонного портика. На продольной оси объёмно-пространственной композиции последовательно расположены кассовый вестибюль, просторное фойе и зрительский зал на 550 мест, а на антресольном этаже небольшой концертно-лекционный зал. В самом начале Великой Отечественной войны кинотеатр «Родина» продолжал работать до конца июля. Для бойцов Красной Армии ежедневно демонстрировался художественный фильм «Парни с тайги». Демонстрация фильмов не прекращалась даже во время воздушных боёв над Могилёвым. В период нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны в кинотеатре «Родина» демонстрировались фильмы и для немецких солдат и офицеров. Сам кинотеатр частично пострадал и отремонтирован в 1944 году. Одним из первых фильмов, которые увидели зрители сразу же после войны «Кинотеатр Родина» был фильм «Они защищают Родина». Из-за отсутствия электроэнергии фильмы демонстрировали с помощью движков. На втором этаже кинотеатра был оборудован малый зал на 120 мест и впоследствии с 1971 по 1983 годы он функционировал как детский кинотеатр «Пионер». За период с 1944 и по настоящее время здание кинотеатра и его внутреннее помещение неоднократно ремонтировались или же подвергались перепланировке, оснащались современными кинопроекционным оборудованием. С 2011 года демонстрация фильмов осуществляется в 3D формате. Сам кинотеатр «Родина» привлекает кинозрителей интерактивными формами работы. В практику кинотеатра вошли ночные кинопоказы, кинопраздники и кинопоздравления. В 2003 году почтена память Виктора Турова, талантливого режиссера и автора фильма «Через кладбище», который в 1995 году вошел в список 100 лучших фильмов о войне по версии ЮНЕСКО. На здании кинотеатра установлена мемориальная доска. Внутри же здания кинотеатра находится известное бомбоубежище, в которое можно попасть, приобретя специальный билет. Далеко не все знают о существовании кинотеатра «Смена». Город Могилев восстанавливался после Великой Отечественной войны. Шло строительство новых предприятий. Наряду с другими объектами социально-культурного назначения в обновленных и новых микрорайонах строились кинотеатры. Одним из первых послевоенный период в 1958 году был открыт кинотеатр «Смена» по улице Нижняя Карбановская, 57. В настоящее время он реконструирован в православный храм преподобного Серафима Саровского. 1 октября 1963 года по проспекту Пушкинскому открылся кинотеатр «Космос». Первыми зрителями нового кинотеатра стали и сами строители. Благодаря их труду был возведен современный кинотеатр с двумя широкоэкранными зрительскими залами на 265 мест каждый. День открытия кинотеатра состоялись примерные показы художественных фильмов «Отверженная» и «Легенда в поезде». В настоящее время он оснащен современным цифровым оборудованием, 5D-аттракционами, а также имеет два зрительских зала, что позволяет демонстрировать фильмы в 2D и 3D форматах. В кинотеатре «Космос» для кинозрителей организуются интересные развлекательные программы. Так, для ребят, увлеченных анимацией, с 2012 по 2020 годы работала детская студия анимации «Карандаш». Ее участники неоднократно отмечались дипломами и сертификатами различных конкурсов. В 1969 году открыл свои двери для зрителей кинотеатр «Октябрь», который был выполнен архитектором Александром Кучеренко. При строительстве использован холмистый рельеф, которым органично вписалась парадная лестница, ведущая к парадному входу в кинотеатр. Здание повернуто относительно красной линии здания, проспекта Мира, что позволяет рассмотреть его с разных точек города. Объемно-пространственная композиция здания, основанная на сочетании глухой стены второго этажа, декорированное панно на тему Октябрьской революции и застекленного объема первого этажа, где расположен вестибюль, буфет и кассовый зал. На первом этаже – зрительский зал на 800 человек и касса. В советское время в вестибюль уставили игровые автоматы. В холле второго этажа же устанавливалась люминесцентная пленка видео. Проводились ретроспективы и тематические показы фильмов, а также выставки фоторабот и изобразительного искусства. Здесь же работал клуб выходного дня для подростков и молодежный кинотеатр при самом кинотеатре. С 2023 года более не функционирует. 15 февраля 1989 года состоялось торжественное открытие кинотеатра «Ветрось» по улице Островского. Здание кинотеатра было построено по проекту Сергея Леонидовича Воронцева, главного архитектора Могилева в тот период. Им было принято решение построить кинотеатр в виде парусного корабля, чтобы разнообразить общую архитектуру микрорайона. Для достижения желаемого результата проектировались полукруглые стены, круглые окна. Круглые формы в строительстве того времени были новинкой. Внутренняя отделка здания выполнялась из серого гранита. Проектировщики и строители стремились к созданию образа парусов. Отсюда и название кинотеатра «Ветрось». По проекту в кинотеатре «Ветрось» было два зрительских зала на 200 и 300 мест. Зал на 200 мест предназначался для стереокино. В 2014 году кинотеатр «Ветрось» был отремонтирован и оснащен современными высокотехнологичным оборудованием, которое позволяло демонстрировать фильмы в 2 и 3D форматах. С 2023 года больше не функционирует. На сегодняшний день в городе осталось 4 кинотеатра, один из которых современный и открыт в 2019 году. Другие же, несмотря на свою длительную историю, продолжают существовать в непростых условиях рыночной конкуренции. За более чем вековую историю кинематографа в городе было немало кинотеатров, часть из которых сохранилась и, несомненно, является исторической ценностью, которую необходимо беречь. Пишите в комментариях, какие кинотеатры вы посещали и какие жизненные воспоминания с ними связаны. До новых встреч!